Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». А сейчас время региональных новостей. В эфире «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Гордость Анапы. Наш земляк, прославленный спортсмен Олег Чен, завоевал золото на Кубке России по тяжёлой атлетике. Попали в десятку. «Анапа» – один из лидеров рейтинга популярности для туристов городов воинской славы России. Будьте здоровы! Очередное комплексное профилактическое мероприятие пройдёт в субботу в посёлке Винограды. Фейерверк талантов – так можно назвать церемонию вручения специальной премии главы города-курорта «Анапа» дарённым детям. Наиболее ярко проявившим себя в области культуры, образования и спорта юным анапчанам Сергей Сергеев вручил именные свидетельства о награждении в городском театре. Символично, что именно этот светлый и добрый праздник открыл в Анапе цикл торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Краснодарского края. Солисты Илья Смирнов и Мария Скоропат в сопровождении сводного детского хора тронули сердца зрителя исполнением знаменитых крылатых качелей. Официальную часть предварил гала-концерт учащихся детских школ и школ искусства «Анапы», показавший богатую палитру юных дарований. Многие из них уже становились лауреатами премии главы в прежние годы. Виртуозное владение музыкальными инструментами продемонстрировали Илья Посохов, Константин Глядных и Эдуард Бустров. Анастасия Брюханова не оставила равнодушным никого исполнением родной песни о русской душе. Продолжили вечер звёздные коллективы «Анапы» – «Соловейка», «Солнышко», «Лунопарк» и другие. Это событие давно уже стало одним из наиболее ярких и значимых в жизни нашего города. Для ребят это возможность проявить себя. Их успехи – предмет гордости всех жителей города. Увиденное сегодня позволит изменить ряд решений и найти возможность улучшить условия для занятий этих детей и других, которые придут им на смену. Но я уверен, что всё то, что вы делаете, дорогие ребята, всё то, что вы умеете сегодня, оно вам очень-очень пригодится в жизни. А мы будем стараться, чтобы был мир и были условия для того, чтобы вы занимались каждым своим любимым делом. Я с удовольствием вручу вам награды. В этот вечер премию главы получили 78 одарённых детей, которые в прошедшем году достигли высоких результатов в различных направлениях. На их счету яркие спортивные победы, дипломы лауреатов, краевых, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, отличные успехи в учёбе, первые места на предметных олимпиадах. Впрочем, это личная победа каждого школьника. Я очень довольна и рада собой, что я достигла этой цели. В музыку я пришла благодаря моему педагогу и моим, конечно же, родителям, которые меня отправили изначально в музыкальную школу. Потом я пошла на вокал, меня заметил мой преподаватель. Я стала петь, уже более пяти лет я занимаюсь вокалом, и сейчас стою перед вами с этой наградой. Нет сомнений, что герои этой торжественной церемонии не остановятся на достигнутом. И заручившись поддержкой взрослых, будут продолжать идти только вперёд, к новым вершинам. А их именами будет гордиться вся Анапа. К тем людям, которыми гордится Анапа, относится и прославленный спортсмен, воспитанник Анапской детско-юношеской средней школы номер 4, заслуженный мастер спорта России Олег Чен. Он завоевал золото на Кубке России по тяжёлой атлетике, который проходит в эти дни в городе Зеленодольске, Республике Татарстан. Наш земляк выступал в весовой категории до 69 килограммов. В сумме двоеборья он набрал 316 килограммов. Рывок штанги – 150 килограммов, толчок штанги – 166. Своего ближайшего соперника, москвича Кирилла Мусахранова, он обошёл на 29 килограммов. Бронзу завоевал штангист из Будённовска Эдуард Ананян. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Европы по тяжёлой атлетике среди мужчин и женщин, который состоится с 1 по 9 апреля в Хорватии. Поздравляем Олега Чена с победой и желаем дальнейших успехов. В Анапе давно и успешно работает клуб для семей с приёмными детьми. По субботам с ребятами занимаются рукоделием и творчеством, а взрослые обмениваются опытом. Организаторами выступили приёмные родители, многие из них – педагоги и сами проводят занятия с детьми. Пу-ка реку! Вот тебе рыжая! Вот тебе! Вот тебе! Этот спектакль поставили ребята из приёмных семей. Все они по субботам ходят в специальный клуб. Кукольный театр – одно из направлений. Также здесь шьют, вышивают, занимаются музыкой и рукоделием. Елена Маторина воспитала четверых родных и 20 приёмных детей. Активно занимается общественной деятельностью. Решили объединиться в клуб, чтобы дети больше общались, а взрослые могли делиться опытом. Мы подсказали родители, что детям в свободное время скучно, и мы решили собираться вместе. Сначала собирались только взрослые. Мы проводили совещания, собрания, родительские собрания, рассказывали друг другу. Это было новое дело для нас. Учились друг у друга, опытом делились. И стали приводить ребят, и решили организовать. 14-летняя Настя жила в петербургском детском доме. Два года назад переехала в Анапу в приёмную семью. Сначала ходила в кружок, там она научилась работать с бумагой. В клубе ведёт собственный мастер-класс. В будущем планирует поступать на педагога начальных классов. Мне нравится работать с детьми, и для меня это интересно, показывать детям что-то новое, чтобы они тоже это умели делать. Мы делаем к 23 февраля открытку-рубашку, потом мы шьём игрушки и делаем разные поделки. Помещение для клуба выделила городская администрация. Родителей специально оповестили. А в городе более 600 семей с приёмными детьми. Примерно половина из них так или иначе участвует в клубной жизни. Приходят сами и приводят детей. Здесь они получают творческий заряд, раскрепощаются. Они получают творческую какую-то посылку. Они стремятся. Вот у меня ребёнок просто требует, чтобы я в субботу её привозила. Хотя я сама художник, я могу научить всему тому, что тут. Но здесь компания, коллектив. И вот эти коллективные занятия приносят большую пользу. Валерия ходит в клуб всего пару дней. По её словам, заниматься здесь творчеством намного интереснее, чем дома. Мы шьём, вышиваем, делаем. И с бумаги всё делаем. Мне очень нравится. Весной планируется выходить в походы. Уже сейчас ребята учатся собирать рюкзаки, завязывать узлы, ставить палатку, в фланах открыть шахматную секцию, а также обустроить игровую комнату для самых маленьких. В День защитника Отечества в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. Анапа вошла в топ-10 популярных для туристов городов воинской славы России. Рейтинг составлен сервисом поиска отелей rumgura.ru по данным стоимости брони отеля с 23 на 24 февраля 2017 года. Кроме Анапы, в первую десятку самых бюджетных для посещения в праздничные дни городов воинской славы России также вошли Феодосия, Калач-на-Дону, Вязьма, Козельск, Ковров, Туапсе, Великие Луки, Таганрог и Можайск. По данным сервиса, в этих городах проживание обойдется от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки. Причем отмечается, что событийный туризм в России вырос на 20% за последний год. Анапа – это территория творчества, фантазии и самореализации. Кто-то находит свое призвание в гончарном мастерстве, многие себя реализуют в изобразительном искусстве. А вот анапчанка Любовь Мамина нашла свое призвание в создании картин из морских камней. Персональная выставка «Рукодельница» открылась в детской художественной школе нашего города. Этим необычным творчеством Любовь Мамина занимается чуть более двух лет. Сначала увлекалась изготовлением кукол, но позже профессия геолога дала о себе знать. Ведь свою привязанность именно к камням она хранит уже много лет. Во все годы мы с внуками ездили к морю, но тогда в Крым. Мне надо было, чтобы они не в море были, а около меня все время. Я плохо плавала, я им все время камушки выкладывала и говорила, посмотрите, вот эта сказочка, вот эта сказочка. Это как-то осталось, наверное, где-то там. А здесь, когда приехала, я моржевала три года. И каждый раз, когда иду, вот какой-то камень, я раз схватила, необычный. Это не значит, что я их набирала, вот именно. А потом как-то тихо-тихо и вот понесло Остапа. И уже не остановить. Возможность рассказать и показать свои работы предоставило руководство детской художественной школы. Оно безвозмездно выделило целый зал для демонстрации работ. Сейчас на стендах представлено более 62 картин. Основная особенность всех работ – это сама композиция. Главный принцип – использование морских камней именно той формы, которую им задала природа. Распилу, огранке или каким еще видом обработки материал не подвергается. Для того, чтобы завершить работу, иногда нужно несколько месяцев искать на побережье камень, похожий на часть тела или деталь гардероба. Вот эта барышья, которая бежит, в юбочке развивается. Вот крайне редко бывает, когда две ножки, например, одна уже нога вечная. Она была так хороша, что я ее все держала под сердцем. Где-то через полгода я нашла вторую туфельку, вернее сапожок. Он чуть-чуть оттенок другой, но он такой же по форме. Я поняла, это две ножки. О, это надо вообще под сердце положить. Работа выставки продлится до 18 февраля. Все желающие могут посетить экспозицию с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Адрес выставки – Анапа, улица Крымская, 179, на первом этаже детской художественной школы. В муниципальном образовании продолжается цикл Дней здоровья, в рамках которых сельским жителям оказывается доступная квалифицированная медицинская помощь. В эту субботу поселок Виноградный встретит День здоровья. Селяне смогут пройти скрининг-оценку уровня здоровья, пройти экспресс-оценку состояния сердца при помощи системы «Кардиовизор», комплексную детальную оценку функций дыхательной системы, анализ общего холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, УЗИ молочных желез. В поселок приедут врачи узких специальностей – невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, лор-врач, уролог. Также в Дне здоровья будет задействован передвижной флеорограф. Очередное комплексное профилактическое мероприятие пройдет в субботу, 11 февраля с 9.00 до 13.00 в поселке Виноградном на базе участковой больницы номер 1 по адресу улица Таманская, дом 1. На бесплатные консультации обследования приглашаются все желающие. И в завершении выпуска информация от наших партнеров. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Также партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». Это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь и до новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты, срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. «Анапа-Океан».